Всем привет! С вами новости Домисольки! На этой неделе мы расскажем о фестивале «Цветик-семицветик», о спектакле «Баллада о войне» и о том, как проходит подготовка к нашим отчетным концертам. Начинаем! Ровно неделю назад, 21 апреля, стартовал международный конкурс-фестиваль. «Цветик-семицветик» и наши артисты успели выступить на торжественном открытии и не менее торжественном закрытии фестиваля. Вместе с Александром Олешкой и Дианой Гурцкая мы поздравили каждого участника фестиваля с полученными наградами. Кроме выступлений, Домисольки принимали непосредственное участие в самом конкурсе. И домой вернулись с целым букетом наград. Когда наступает пора государственных праздников, нас часто приглашают выступать на самых разных площадках. И иногда имеются в виду не только музыкальные номера. Так, в пятницу в театральном зале Домисольки прошел показ спектакля «Баллада о войне», приуроченной ко Дню Победы. Времени на подготовку было крайне мало, но педагоги театрального отделения выложились на максимум. И их ученики отыграли потрясающий спектакль. Моя самая любимая сцена про Таню Савичеву. Семьи связана история с блокадой Ленинграда именно. Вот поэтому, скорее всего, вот эта вот сцена. Бомбежка, потому что там очень люди вживаются в эту роль, хорошо обыгрывают ее. И там такая атмосфера складывается, то, ну, прям страшно. Больше всего мне запомнилась сцена с письмами. Она пробирает за душу, потому что ты понимаешь, что вот это письмо писал тот человек, который испытывал ощущения военные, который находился буквально на передовой, который воевал за нашу страну. Вот это самая пробирающая сцена. Мне она больше всего нравится. Ну, а мы получили огромное удовольствие от просмотра. Спасите вам, родные наши деды, Спасите вам, за мирные рассветы, Мы годы наш раздравляем за собой, Судьбой, как и сон, рода на лобой. Медленно, но верно, мы приближаемся к отчетным концертам. Репетиции, записи песен на студии, Подборы костюмов. Каждый занят своим делом. Вопрос только в том, кто и за что отвечает. Начинаем расследование. Цель, педагоги и администрация. За что вы отвечаете на отчетном концерте? Я отвечаю за то, чтобы все дети прошли хорошо службу безопасности нашего театра российской армии и попали на отчетный концерт. Я отвечаю за выпуск артистов на сцену. Они приходят ко мне, узнают, когда им выходить. И дальше все, они выходят, выступают, а я им хлопаю, хлопаю. Обеспечение безопасности. Нас, взрослых, детей в первую очередь, конечно же. Любой вопрос для нас решаем, и любая трудность для нас преодолим. Я отвечаю за детей, за качественную их работу на сцене, чтобы они правильно встали, четко смотрели на зрителя и полностью захватили их сердца. Ну, я надеюсь, что я буду помогать группам, которые у меня будут выступать. Вот сейчас здесь группа стакката. Я думаю, что я буду им полезна. Я очень, знаете, я сам ответственная на этом учетном концерте. Я отвечаю за микромонность. Я отвечаю за лыбки детей. Я отвечаю, чтобы дети были причесаны, одеты, хорошо выглядели, чтобы мамы улыбались, наши сутболисты, и весь день им прошел супер. Микрофон работает? Здравствуйте. За хорошее настроение. Я отвечаю за то, чтобы на концерте правильно, красиво работал свет, звук, экраны, чтобы пол был красивый. То есть я отвечаю за всю техническую часть, которая происходит на концерте. Какая ваша зона ответственности на отчетном концерте? Подготовка песен, группа, запись песен, ну и поддержка детей. Так как я пиарщик детского музыкального театра, то я в основном занимаюсь работой со СМИ. Я приглашаю их на наши мероприятия, я помогаю им создавать контент для того, чтобы наш театр узнавало как можно больше людей, было больше желающих учиться, как вы в нашем театре, и чтобы все знали, что мы крутые. Я готовлю, заряжаю реквизит для каждого номера, который воссоздает наша Анастасия Прокофьева своими руками, и чтобы каждая вещь попала в свое время в свой номер. Я графический дизайнер, и моя ответственность – это чтобы у всех были программки на руках, чтобы у нас были красивые пригласительные, а самое главное, чтобы у нас было хорошее настроение. Ни одна задача не ускользнет от глаз профессиональных сотрудников Домисольки. Продолжаем подготовку. На сегодня все. Мы желаем вам как следует отдохнуть и набраться сил перед будущими выступлениями. До встречи через неделю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КОНЕБЕ А.КОНКИН Корректор А.Егорова